Месяц назад мы рассказали о возмутительной ситуации, которая сложилась в 1-м майском микрорайоне Твери. Местные жители обратили внимание на незаконный, по их мнению, слив нечистот в один из канализационных колодцев. Тогда наш телеканал обратился в природоохранную прокуратуру. Как рассказали тогда жители окрестных домов, именно в этот люк некие осенизаторы повадились сливать содержимое своих автомобилей. Граждане сфотографировали и сняли на видео весь процесс опорожнения. И переслали это нам, после чего наш телеканал сделал запрос в природоохранную прокуратуру. Там провели свое собственное расследование. Это был водитель одной из коммерческих организаций, но он действовал не в рамках исполнения своих трудовых обязанностей, а просто решил таким образом подзаработать. Те лица, которые слили сточные воды из сенезаторских машин в Первомайской роще, они были установлены, привлечены Министерством природных ресурсов к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.2 Кодекса административных правонарушений. В прокуратуре отмечают, что слив отходов в непредназначенные для этого люки создает дополнительную нагрузку на сети. Поэтому такой работой надо заниматься только на специализированных предприятиях. В Твери на водоканале. Но это стоит денег. Неудивительно, что ежегодно до десятка лиц по всей области штрафуются за подобные правонарушения. При этом ведомства сетуют, что на все рук и глаз не хватает. И просят граждан снимать все на видео. Можно присылать нам в прокуратуру напрямую, можно это делать через сайт Министерства природных ресурсов. То есть итог будет один, если будет зафиксирован государственный номер, то это позволит идентифицировать автомобиль. А если гражданин скажет в своем обращении, напишет, что мы это зафиксировали в такой-то день и в такое-то время, это значительно упростит работу. А еще работу прокуратуры значительно бы упростило ужесточение штрафов. Ведь в данном случае водитель отделался всего тысячу рублей. И наверняка он перед этим объехал не один коттедж. А по нашим данным, вывоз отходов из одного дома может стоить пять и более тысяч. Словом, подобный незначительный штраф все равно, что комариный укус для черного осенизатора. Или для его хозяев, которые якобы не заметили, как из парка выехала на халтуру огромная машина.